Приветствую вас. Я бы разделил вопрос на две части. То есть первая часть это то, что вы не можете долго уснуть, а вторая часть это то, что вы спите очень беспокойно. Понимаете, для того чтобы, ну вот знаете, давайте даже не будем далеко ходить, чтобы человек хорошо стал, чтобы человек быстро стал, ну не знаю, но в самом деле не так много, ну не знаю, всего лишь чтобы, ну условно говоря, чтобы мужчина, чтобы мужчина или женщина обладали хорошей нервной системой, чтобы их нервная система была, ну скажем так, спокойной, чтобы она была умиротворенной, чтобы были затухания. Вот это на самом деле самый главный момент. Затухание. Соответственно, у вас вполне вероятно этого затухания нет, как раз таки. и, значит, что-то делает ваша нервная система возбуждений. Вы пишете, что, значит, это началось полтора года назад, значит, полтора года назад с вами что-то произошло. Что-то такое, из-за чего у вас как раз таки начались подобные вещи. А вторая часть вопроса, посвященная тому, что вы беспокойно спите. Как правило, как правило, беспокойный сон означает, что человек во сне даже ведет активную, значит, психоэмоциональную работу. То есть, даже во сне человек не может расслабиться, не может как-то отдохнуть, отвлечься от своей проблемы недовлечимой и так далее. Ну и, соответственно, отсюда не сложно, я надеюсь, сделать вывод, что вас какие-то вещи беспокоят. И эти вещи, которые вас беспокоят, они связаны в первую очередь с тем, что наиболее часто, наиболее полно, если вас сознат. То есть, вот что, о чем вы чаще всего думаете, что больше всего занимает ваши мысли, вот то и является, по сути, причиной для такого вот поведения вашего нервного системы. И именно это посвящение мешает вам спать. Соответственно, что нужно сделать? Проанализировать то, что с вами произошло 12 года назад. Значит, попробовать разрешить ваши проблемы. Если они есть. Помочь вам успокоиться. Возможно, иметь место даже какое-то физиологическое вмешательство в этот процесс, в процессе вступания. Но я думаю, что раз полтора года, значит, скорее всего, что-то там было такое конкретное. Вот это нужно разобрать. И если вы захотите это разобрать, то тогда проблем, я не думаю, что будет. То есть, не вижу никаких причин, по которым вы бы перестали страдать бессонницей. Основная проблема в таких случаях заключается в том, что человек бежит за химическими лекарствами, начинает пытаться себя насильно доставлять спать. Этого делать не нужно. Но гораздо лучше будет, если вы для начала проанализируете возможные причины такого вашего поведения. Тогда вам станет, по крайней мере, понятно, в какую сторону идти. То есть, предположим, что полтора года назад с вами ничего дурного не происходило. Предположим, что просто полтора года назад вы начали испытывать самую обычную бессонницу, какая только может быть. То есть, значит, либо имеет место быть неосознаваемая тревога, либо социальная система. И если это неосознаваемая тревога, то вам к нам, а если это все-таки нервная система, то вам, соответственно, врачу на обследование работы своего организма. Вот так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok